Здравствуйте! В эфире Курзанское телевидение. Программа «Взгляд» из Венсполса. События, люди, мнения. В студии Анна Гегер. Вчера вся Латвия отмечала День Лачплисиса. День, когда особенно важно чувствовать, что мы едины. О том, как Венсполс отметил эту дату, смотрите в следующем сюжете. В этом году Венсполс отметил День Лачплисиса с особым размахом, собрав рекордное количество участников на факельное шествие. В отличие от прошлых лет, когда сбор проходил у Венсполской городской думы, в этом году участники собрались на площади Лейлайс. Там же была установлена сцена, на которой с музыкальными выступлениями выступили учащиеся центральной начальной школы и Венсполской музыкальной средней школы. А лучшие чтецы из всех школ Венсполса представили стихотворения, посвященные празднику. Мы стараемся привлечь как можно больше детей. Я считаю, что это тот метод, как мы можем воспитать в них патриотический дух при помощи понятных для них вещей. Помимо концерта, там же на площади прошли и другие мероприятия. Около концертного зала расположилась выставка работ Венсполской художественной школы, на которых были изображены достопримечательности нашего города. Не только дети, но и взрослые с интересом рассматривали технику 46-го пехотного батальона «Земесардзе». А Венсполский филиал государственной пограничной охраны также провел познавательные мероприятия, где можно было увидеть служебный транспорт и специализированное оборудование. А Венсполские отряды «Яунсардзе» организовали информационные мероприятия и викторину с памятными призами. Службы тоже принимают участие. У нас есть «Земесардзе» со своей техникой, которую привезли специально из Риги. Это мое первое мероприятие, которое я организую. Я новый сотрудник Центра культуры и новый Венсполчанин. Мне очень хотелось именно это мероприятие сделать активным, массовым и более масштабным, так как патриотический дух важен для того, чтобы латыши оставались в Латвии и чтобы мы строили большую, сильную страну. Настроение замечательное и погода очень хорошее. Днем казалось, что будет дождь. Организация в этом году хорошая, мне понравилась. Вообще нужны такие мероприятия, когда мы можем остановиться, осознать то, что это наша история, это все наше. День Лачпесеса – особая памятная дата для всех латышей, символизирующая мужество, стойкость и борьбу за свободу. Этот день посвящен памяти героев, защищавших Латвию, и напоминает каждому о значимости национальной независимости. Он объединяет людей, вдохновляя их чтить свою историю и с уважением относиться к тем, кто сражался за Родину. Лачпесес – это латышский мифический герой. Люди любят говорить «ты сильны, как Лачпесес», но на самом деле это символ единения нашего народа. Мы сильны, когда мы вместе. Этот праздник важен для меня. Я хожу в Яунсардзе, я патриот, и это все близко моему сердцу. Я чувствую себя нужной и патриотичной в этот день. У меня сын ходит в Яунсардзе, и поэтому я здесь. Раньше я принимал участие в шестиях только в детстве. Мне здесь нравится. Здорово, что много людей. Приятная атмосфера. Сегодня, 11 ноября, в день Лачпесеса, отмечают победу Латвии над армией Бермонта. Мы, Латвия, очень маленькое государство. Нам надо быть едиными, чтобы другие страны не думали, что мы не патриоты. Погода для этой даты очень хорошая, а настроение двоякое. Это нерадостный праздник. Необходимо вспомнить предков, которые в том числе участвовали в военных действиях. Мой дед был ранен. Мы вспоминаем латвийских солдат, которые погибли на войне, сражаясь за нашу красивую и прекрасную Латвию. Мои родители тоже здесь, и мы сейчас все вместе начнем факельное шествие. Ровно в 6 часов вечера от площади Леллайс в сторону лесного кладбища началось факельное шествие. Масштаб был настолько впечатляющим, что шествие полностью оправдало свое название «Река Света». Люди выходили с площади с двух сторон, словно два ручья сливаясь в одну большую реку Света, которая струилась сквозь вечерний город. У белого креста на лесном кладбище возложили цветы, и снова звучал гимн Латвии, который в этот день исполняли многократно. Цветы традиционно возложили к могиле неизвестного солдата. Затем все желающие отправились в сад Рентя, где фольклорная группа Лайпа под руководством Легиты Валики по традиции создавала огненный символ силы. В этом году выбор пал на знак Лаймы Слоттеня. Лаймы Слоттеня выбрана потому, что наши предки, которые сражались, сражались за счастье. Все хотят быть счастливыми. А Лаймы Слоттеня, метелка счастья, та метелка, которая нам всем вместе с духами нашего рода принесет счастье нам и всему миру. Счастье нам всем нужно. Возможно, этот знак принесет нам немного больше счастья. Людям оно очень необходимо. Приятно, что пришло много людей. Видимо, после факельного шествия стараемся все зажечь. В этом году очень тяжело зажечь свечи. Ветра вроде бы и нет, но все равно свечи задувают. Но ничего, совместными усилиями мы достигнем желаемого результата. Фольклорная группа Лайпа ежегодно, с учетом погодных условий на День Лачплесиса и сложности создания огненного символа, делает предсказание на следующий год. В этом году предсказание было следующее. Чтобы достичь успеха и обрести счастье, необходимо проявить стойкость и упорство. Тогда все обязательно получится. Вчера, 11 ноября, во всех школах Венсплеса, утро началось с ярких окней, зажженных в окнах зданий. Это инициатива Венсплесского управления образования. Флэшмоб под названием «Зажгись для Латвии». Мы – свет. Будьте ты светом. Идея зародилась в Венсплесской шестой средней школе. Ведь День Лачплесиса – особое событие, объединяющее всех, включая учебные заведения Венсплеса. Зажигая огни в окнах, школы символически выражают силы единства и памяти о героях, павших за свободу Латвии. На этой неделе каждый ребенок может приколоть к своей одежде небольшой государственный флажок и зажечь свой огонек, который станет частью света, символизирующего надежду и будущее Латвии. В следующем сюжете мы расскажем о необычной находке, которую обнаружили участники поискового отряда «Лапстасгруппа». Этой осенью дорога привела нас в Кудыкский край. Здесь, в Ренде, в нескольких домах разместился Музей национального движения сопротивления, который в ноябре отмечает свое десятилетие. После того, как 17 июня 1940 года Латвия была оккупирована СССР, начало формироваться первое антисоветское движение. В каждом городе находились смельчаки, готовые подняться на крышу и сорвать красный флаг. Даже в годы коммунистического режима 18 и 11 ноября у памятных мест национальных героев зажигались свечи. Школьники и молодежь распространяли подпольные листовки с лозунгами. Так было и в Венсплсе. В музее Вренде можно увидеть лица этих смелых молодых людей. Почти все – школьники, студенты и их учителя – погибли в тюрьмах, в ссылке на Дальнем Севере или пропали без вести. И это лишь часть экспозиции Вренде. Здесь также можно увидеть настоящий бункер, воссоздающий условия, в которых скрывались в лесах национальные партизаны. Это место Музей национального движения сопротивления большое. Во всех странах Европейского Союза такой музей находится в столицах, во всех, кроме Латвии. Но в Латвии это место находится в центре Курзма. В памяти движения национального сопротивления в музее Вренде до недавнего времени было два флага. А теперь с гордостью в экспозицию добавлен третий. Это флаг, за который бойцы отдали свои жизни, поясняет Ансис из Венспуса, участник поискового отряда «Лапстас-группа». Этой осенью вместе с товарищами он нашел в арской волосе Венспусского края, закопанный в землю ящик. Сам контейнер, который был закопан, это медицинская немецкая коробка. Внутри два отделения. В отделении побольше находился флаг – наша главная находка. Он был очень аккуратно завернут в газеты. А в маленьком отделении были вот эти предметы, тоже завернутые в газету. Радость началась в тот момент, когда мы вскрыли коробку. Мы увидели газеты. Ансис вытащил главный сверток. Эмоции были такие, что мы оба потеряли до речи. То, что это может сохраниться в верхних слоях земли. Лесная почва очень агрессивная. Там все разъедает. Особенно, если речь идет о черном металле. И то, что коробка из тонкого металла сохранилась с тех времен. И в ней находится флаг без каких-либо повреждений. Эмоции, которые мы испытали в тот момент, не описать словами. Варве, венсполчане Клавс, Ансис и Зигурс на протяжении нескольких лет тщательно обследовали землю метр за метром с помощью детекторов. Для поисков группа выбрала участок леса, расположенный между тремя домами. И именно здесь, этой осенью, им улыбнулась удача. В ящике, который они откопали, находился огромный флаг размером почти 4 метра в длину и более метра в ширину. Интересно то, что территория, которая привлекла наше внимание, расположена между участками трех владельцев. И ни одному из них она не принадлежит. Поэтому это было идеальное место, где что-либо спрятать. И если бы кто-то это нашел, то никого нельзя было бы в этом обвинить, так как это не находится на частной территории. Сохранению этих исторических свидетельств помогла резиновая прокладка медицинского ящика немецкого производства. До этого были обследованы километры земли. И если бы поиски затянулись еще на несколько лет, то этот тайник мог бы исчезнуть навсегда. История о том, что это могли бы быть беженцы, которые спрятали это, когда уходили из дома, нам эта версия не кажется правдоподобной. Здесь, в бункере и на стене можно увидеть планы подпольной жизни смелых, которых чекисты называли бандитскими группировками. Большевики преследовали не только самих партизан, но и тех, кто их поддерживал. Люди подвергались репрессиям и арестам, поэтому молчали. Кто именно закопал этот флаг в арвы, возможно, так и останется неизвестным. Это событие заставляет нас выяснить, кто это закопал. Война национальных партизан продолжалась вплоть до 1956 года. Вооруженные группы терпеливо ждали момента, когда международная ситуация изменится. У всех этих людей, живущих в лесу, была одна цель – восстановление независимости Латвии. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.